Поэзия Поэзия — это когда там что-нибудь вот так рисуешь, там, например, такая картина, и там натюрморт или пейзаж. И кто такие поэты? Это которые лечат, это такие докторы, которые лечат зубики. Я не знаю, кто такие поэты. Поэты, они сочиняют песни. Те, кто пишут рассказы, стихи, романы. Я не знаю поэтов. Александр Сергеевич Пушкин. И Алексей Тол... Ой. Лев Толстой. Ну, фамилию я знаю Пушкин, а вот имя я его еще не слышала, конечно, но Пушкин. Ну, там про природу, про какие-то случаи, ну, про животных еще есть некоторые стихи. Кого я туп-сиеный, схватает цепь на тупитом. И днем и ночью кот ученый все ходит под себе куком. Сложность в том, что надо слова придумать и к ним присоединять их. И я придумываю стихотворение, записываю его и так продолжаю. А кто лучше придумывает стихи, девочки или мальчики? Девочки. Почему у них лучше получается? Потому что они красиво говорят. Сижу на видное ТВ, и солнце светит ярко-ярко. Взрослый идет по магазину, видит там апельсины. Там он и увидел, там и захотел купить. Жили-были мама с папой, и они очень друг друга себя любили. Светы сияют на семье, и солнце сияет. Все ребята в адресе, там очень нам наступило. Я придумываю стишок про Машинку. Машинка, иди, Машинка, кушай. Не хочет Машинка кушать, иди погуляй, спать хочет. Ничего поделаешь, нужно сделать это все, когда родители скажут, давай кушать. Очень поучительное у тебя стихотворение, Настя. Надо в рифму все делать. Не обязательно. Рифма? Ну, я думаю, что немножко нет, конечно, но чуточка. Потому что там надо быть четким, ну, как стрела вот такая. А я придумываю, Виталик, комарик. Амина, пианино. Юпофь, ковшка. Юпофь, ковшка. Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам... Удовольствие. Пирожок. От меня вам пять рублей. Балалайка. Когда учишь стихи, ты развиваешь свою память. Чтобы в садике потом выступать. Ну, или в школе. Думаю, что на праздниках они их рассказывают. А кому интересно слушать стихи? Думаю, что Пушкину, потому что он обожает стихи. Продолжение следует.